Он сначала такой, ну, сильно, звук такой. Видели, что большой дым. Летел самолет, за ним еще один. То, что произошло, должно, наконец, заставить европейцев вместе с США поддержать украинскую сторону в этом конфликте. Безусловно, государство, но территория, которая это произошло, несет ответственность за эту страшную трагедию. Самая страшная трагедия. 298 погибших, 80 детей. Авиалайнер был сбит. Кому это было выгодно, и кто ради достижения своих целей готов на любые чудовищные поступки? Первые сообщения о катастрофе на лентах информагентств появились в 19.10 по московскому времени. А еще до падения Боинга в сети кто-то выкладывает запись переговоров якобы ополченцев, которые обсуждают, как они уничтожили еще летевший лайнер. Стало быть, о предстоящей катастрофе знали, ее планировали. И готовились переложить себя вину. Целая спецоперация мирового масштаба. Только что, вот смотрю, вон спили самолет, он падает. Вон, видишь, вон осколки еще летят, вон черные. Боинг-777 малазийских авиалиний провел в воздухе чуть больше трех часов вместо положенных 12. За это время он успел взлететь из амстердамского аэропорта Схипхол, миновать воздушные пространства Германии, Польши, почти пересек с запада на восток всю Украину. По основной версии сбит с земли. Впрочем, есть и другая версия. Пользователь твиттера под ником Карлос, представляющийся диспетчером аэропорта Борисполь, на испанском делятся сенсационные версии о последних минутах полета малазийского Боинга. Военные самолеты пролетали рядом с 777-м всего за три минуты до того, как он исчез с радаров. Киевские власти нам сообщили, что он разбился. Как они могли узнать это так быстро? Возможно, это была ловушка? Самолет намеренно направляли в определенный квадрат. Рейс MH17. Вот привычный его курс из Амстердама в Куала-Лумпур, через Азовское море. Только вот вчера лайнер шел значительно южнее. Над самым пеклом, районами, где идут бои. Почему и по чьему распоряжению? Это тоже часть кровавого плана? Были очень большие взрывы вот в этой стороне. Их было больше десяти. Бу-бу-бу-бу-бу сильно. Именно очень сильно. Реактивный самолет как будто упал. Он сильно сначала такой... Ну, сильно, звук такой. До границы с Россией самолет не дотянул совсем немного. Рухнул в 40 километров. Близ села Грабово, возле города Торес, Донецкой области. Хотели ли причастные к этой атаке, чтобы лайнер упал на территорию России? Для этого при скорости в 900 километров в час не хватило всего пары минут. Рядом, например, российское село Куйбышево. Только там более 6 тысяч жителей. Стрельба была. Несколько выстрелов. А потом сильный хлопок. И смотрю, из-за туч появляется, распадается на куски. Услышал свист. И в Торезе, под направлением Кошелевка от Абазы, где-то очень далеко, там именно пал снаряд первый. Первый взрыв я услышал там. И только потом грохот упавшего самолета. Пассажирский лайнер начал разваливаться на части еще в воздухе. Фрагменты находят в радиусе 4 километров. В Киеве ответственность за эту трагедию поспешили возложить на ополченцев. Предположительно, сбит самолет зенитно-ракетным комплексом БУК. И вот тут совершенно неожиданное заявление министра юстиции Украины Виталия Ерема. Нестыковочка. Он признал, что у уполчения на вооружении БУКов нет. И добавил, донецкие ополченцы не отбирали у бравых украинских военных ЗРК. Ни в исправном, ни в испорченном состоянии техника не досталась повстанцам. В районе катастрофы находятся подразделения вооруженных сил Украины, имеющие на вооружении зенитно-ракетные комплексы типа БУК М1. Так, в районе северо-западной окраины Донецка развернуты дивизионы 156-го зенитного ракетного полка вооруженных сил Украины с 27 пусковыми установками комплекса БУК М1. Данные комплексы по своим тактико-техническим характеристикам способны обнаружить воздушные цели на дальностях до 160 км и поражать их во всем диапазоне высот на дальности свыше 30 км. И так, выходит, БУКи есть только у регулярной армии и национальной гвардии. А тут еще видео в сети, как украинские военные именно 17 июля передислоцируют в указанном районе те самые ЗРК. Целые дивизионы. Еще один остается пока в Харькове, на погрузке. Все факты против украинской армии. У президента Порошенко не остается выбора. Он вынужден делать заявление. По сути, оправдываться и открещиваться в телеобращении даже не к стране, а ко всему мировому сообществу. Сегодня война вышла за территорию Украины. Последствия этой войны уже докатились до всего мира. Трагедия, которая случилась сегодня в небе над Донецкой областью, глубоко поражает даже на привычном фоне грустных и ошеломляющих событий, вызванных действиями агрессоров и боевиков на Донбассе. Соблюдая хронологию, далее глава СБУ Валентин Наливайченко и министр иностранных дел Украины Павел Климкин созывают пресс-конференцию, на которой представляют, внимание, ту самую поддельную аудиозапись переговоров якобы сбивших самолет ополченцев. Причем причастны, по их версии, к этому были казаки. Ну что у вас там? Короче, блин, стопудово гражданский борт. Борт какой? Да я еще пока не разобрался, потому что они были возле основной части. Я только смотрю там, где начали первые тела падать. Руководители самопровозглашенной Донецкой республики заявляют, о мощном вооружении они и мечтать не могли. Сбить авиалайнер просто невозможно. Намеренная провокация Киева. На вооружении ополченцев переносные зенитные комплексы, способные поражать только низколетящие цели. Донецкая народная республика не владеет техническими средствами, которые позволяют сбивать самолет на такой высоте. Высота самолета была более 10 тысяч метров. Мы не имеем возможности физически. Украинские следователи на место крушения приехать не могут. А может и не хотят. Руководители ополчения заявили, «Черные ящики передадут в Межгосударственный авиационный комитет. Это обеспечит максимальную прозрачность расследования. Надо узнать правду». Западные СМИ поспешили обвинить в гибели почти 300 человек и вовсе – Россию, которая, по мнению зарубежных политиков, оказывает содействие ополченцам. Только и здесь нестыковки. Газета Wall Street Journal – один из рупоров американской пропаганды, и то вынуждена признать. По данным разведки США, спецслужбы засекли ракету. С российской территории она не летела. Да и не нужно это России. Трагедия и еще большее волнение в приграничном регионе. Так кто же реально был заинтересован в страшной гибели 300 человек? Еще в июне один из пользователей Твиттера опубликовал сообщение. Тогда казалось зловещая и крайне циничная. Предположение, что над Украиной в ближайшее время может быть сбит самолет третьей страны. Оборванные жизни иностранных граждан станут официальным поводом для западных стран ввести войска. Первая часть предсказания уже сбылась. Как будет со второй? Советник главы МВД Украины Зоран Шкиряк в своем фейсбуке призвал Североатлантический альянс начать наземную операцию на востоке Украины. От этого плана, во всяком случае, не отказалась Хилари Клинтон, вероятная преемница Барака Обама на посту президента США. То, что произошло, должно наконец заставить европейцев вместе с США поддержать украинскую сторону в этом конфликте. Украине надо помогать, прежде всего на границе с Россией. Также мы готовы помочь армии этой страны современным оборудованием и новыми методами военной подготовки. Интернет пестрит размышлениями на тему, хотят ли в США войны. Судя по этому ролику, она им необходима любой ценой. Так ведь именно этого США и добивается. Америка задыхается от колоссального госдолга, который превышает 17 триллионов долларов. Им срочно нужна большая война. Массовое банкротство компаний, крах держателей долговых расписок, схлопывание рынка ценных бумаг. Это триллионы сгоревших виртуальных денег. Госдолг обнулиться. ВПК и экономика штатов получат новые заказы со всего мира. Это их шанс избежать неминуемого банкротства. Через несколько часов после гибели Боинга Интерфак сообщает со ссылкой на источник в Росавиации. Это могла быть и вовсе попытка сбить российский борт номер один. Президент Путин возвращался на своем самолете из латиноамериканского турне. И в небе над Польшей разошелся с Боингом всего лишь на полчаса. Кстати, на большой высоте, с расстояния в несколько километров, Ил президента действительно можно было перепутать с Боингом. У них одинаковая раскраска. Версия казалась бы бредом, если бы не призывы бывшего министра обороны Украины, звучавшие несколько недель назад в популярном телешоу «Шустерлайф». Я думаю, что начались бы патриоты, и как бы просто было бы ее, и правильно обзор был. Но несмотря ни на что, российские и американские лидеры уже обсудили трагедию по телефону. Глава российского государства еще раз подчеркнул необходимость безотлагательно прекратить боевые действия на юго-востоке Украины. Этой трагедии не произошло бы, если бы на этой земле был мир, и во всяком случае не были бы возобновлены боевые действия на юго-востоке Украины. И, безусловно, государство, над которым, над территорией, которое это произошло, несет ответственность за эту страшную трагедию. Ответственность Украина за падение Боинга, о которой говорит президент, это прежде всего работа украинских диспетчеров. Боинг-777 вели из Днепропетровска. Города, в котором сейчас правит олигарх Коломойский, готовый на все ради укрепления своего влияния на территории всей Украины. Именно диспетчеры предложили пилотам один из самых небезопасных маршрутов. Но почему приказу? Накануне в эфире британского канала Sky News известный британский авиатор и журналист Чарльз Хейман предположил, сбить Боинг могли силы антитеррористической операции, перепутав его с военным бортом. Но резонансное мнение западного специалиста идет вразрез с тем, что об этом говорят сейчас западные СМИ. Осознав, что льют воду на чужую мельницу, работники Sky News спешно удалили страницу со своего сайта. Кстати, украинские военные однажды уже сбивали пассажирский самолет. В октябре 2001 года результатом ненадлежащей подготовки расчета стала катастрофа российского Ту-154, летевшего из Тель-Авива в Москву авиакомпании «Сибирь». Предположительно, ракетный комплекс С-200 во время учения поразил пассажирский лайнер, обломки которого упали в Черное море. Погибли 78 человек. Тогда удалось найти лишь малую часть обломков 154-го, ни черных ящиков, ни фрагментов ракеты. Украинская страна тогда долго не признавала своей вины. Президент Кучма вместо извинений рассказывал о том, что ничего экстраординарного не произошло. Эксперты говорят, и на этот раз обеспечить безопасность полета было прямой обязанностью транзитной страны. Юрисдикция Украины, даже если она спаривается ополченцами, никто не отменял юрисдикцию Украины над данным воздушным пространством. То есть де-факто Украина не выполнила один из основных пунктов межправительственного соглашения о воздушном сообщении с Малайзией. И это, если не говорить о том, что за несколько дней до трагедии Украина вроде бы объявила о введении бесполетной зоны над районом конфликта. Но по-настоящему пойти на режим закрытого неба попросту было невыгодно для страны, которая обеспечивала диспетчерское сопровождение гражданских судов. Воздушное пространство над Украиной имело свои особенности. Нижнее воздушное пространство ниже 320-го эшелона было запрещено для полетов украинской стороной, а выше 320-го эшелона было открыто. Можно предположить, что по коммерческим соображениям Украина сделала такие ограничения. Кадры с места крушения, выжженная земля, обломки двигателей еще в языках пламени, клубы едкого дыма, фрагменты фюзеляжа с бортовым номером, крыло самолета и самое страшное кресло, в которых до сих пор находятся пассажиры лайнера. Это вот девочка с Малайзии. Видим, что это гражданка Малайзии. Произошедшее может быть следствием целые череды заранее спланированных действий по дальнейшей эскалации напряжения в стране. Огромное количество нестыковок, информационные вбросы, интересы зарубежных стран и новые выстрелы, которые слышны неподалеку от места крушения Боинга. Даже несмотря на то, что ополченцы Донбасса хотели объявить гуманитарное перемирие для обеспечения работы следователей. Но сделать картину произошедшего достоянием общественности, видимо, входит в планы далеко не всех сторон вооруженного конфликта на востоке Украины.